Елена Югра, Югра против Локомотива, Эльдар Софиулов, Павел Комаров, главный арбитр этого матча, Станислав Майд, нападающие первого звена Данила Апальков, сороковой, Егор Аверин, двадцать девятый, Андрей Локтионов, девяносто пятый, Илья Горохов, семьдесят седьмой, Михаил Григорьев, четвертый, защитники первой пары. Смотрим, посмотрим, как себя проявят эти стартовые тройки, стартовые пятерки. Ну, для Югры очень важно, конечно, не пропустить быструю шайбу, потому что Локомотив, команда, которая очень... Мальцев, Коршков, Картаев, нападающие, защитники Рафиков и Любушкин. У хозяев третья тройка, что-то только есть, да, и вот сейчас... Да, и вот забили шайбу уже. Быстрый гол, то, о чем я говорил, избежать нужно было этого Югре, но... Локомотив добивал абсолютно один шайбу в ворота, вот, смотри. А нет, даже не он забил. Не он, действительно, здесь включился Пашнин, и он простреливал на дальнюю, скорее всего, но вот шайба так пошла. Да, такой обводящий бросок получился. Ну, посмотри, вот, самое интересное. Пытаются отложенный штраф реализовать, и шайба-то ходит. И шайба ходит, и на дальний пятак бросок в касание. Здесь Покин справляется, спасает. Слушай, ну, на самом деле, какая-то фантастика Югре. Посмотри, как косметик. Шайба ходит на выход, и бросок в дальний угол, счет становится 1-1. И Павел Медведев забивает свою третью шайбу в этом чемпионате, и выход, вот, Медведев. Да, да, на смене подловили, причем вот тот факт, что Медведев сегодня в четвертом издне, это даже удивительно, учитывая его результативность. Это уже пятая очка у Медведева в этом чемпионате, но здесь без шансов. Вообще для Мурыгина идеально точное попадание в дальний угол. На неудобном для вратаря высоте как раз. Выше щитка, ниже блина. Идеальный бросок. Решают работу. Я думаю, Мурыгину от этого только удовольствие. Иванов. Это был простой. И великолепный гол. Да, при этом все-таки не без везения, но отличается Никита Гусев. 2-1 шот. Неплохо разыгрывало большинство. Но броски до ворот не доходили, но здесь вот уже повезло югорчанам. Шайба ходила Никите прям на убойную позицию. Здесь Михнов дотянулся. Да, Михнов дотянулся. Действительно. В окружении двух защитников сумел он сделать передачу, пускай не козистую. Но и Мурыгин реагировал на первое же движение. А там с небольшой, с микропаузой бросал Гусев. Что, в общем, и позволило ему отличиться. И счет встал. Сам не стал. Бросок на синий. Мощный выстрел под перекладину. Там чуть раньше был Свисток. Свисток был, да. И, по-моему, как раз таки Михнов зашел во вратарскую площадку. Сидя это. Но знаешь, вот к этому как раз таки тоже судьи стали относиться очень серьезно. Это пару лет назад началось. И даже если, ну там, буквально коньком немножко нападающий заезжает в вратарскую зону, сразу звучит Свисток. Ну вот мы видим хороший бросок у Гольникова. Но отсюда-то мы, нет, кстати, это не Михнов в любом случае был. Если там кто-то играл в зоне, сейчас вот отсюда, может быть, будет видно. Ну, любопытно, во-первых, что эту шабу пытался перепрыгнуть сейчас. Игрок Югры. Просто, я смотрю, просто на бал пытаюсь. И в второй момент сейчас могут быть. Валимов на ближнюю штангу. Фиксирует Силкин шабу вместе с Сиреной, фиксируя окончательный итог этого матча. Вот это, конечно, вот эта игра и вот это, скажем так, ну неожиданность. Да, но сам факт победы Югры, конечно, неожиданность, учитывая то, что мы в третьем периоде увидели. 2-1, это мальчится, побеждает своих соперников. И продолжается, продолжается Комакив ровно через один матч.